так здорово всем мини распаковочка вот такой вот пак насадок на дремель на мини бормашинку они разные вот эти вот зеленые очень быстро китайские стачиваются вообще ужасно быстро вот эти конечно подольше служат но на них очень-очень быстро получается седло вот этого достаточно полезные насадки паски снимать в отверстиях вот такие вот ну я приобрел такой набор посмотрим как он себя покажет я попробую попользуюсь этими насадками потом досниму прошло наверное полгода с момента приобретения этого набора чудесного и давайте пару слов по нему скажу во первых самые полезные для меня это вот такие вот конусные и маленькие в этом наборе маленькие красные маленькие зеленые зеленые дико стачиваются очень быстро они просто как труха красные еще ничего так держит вот эта штука у меня отправляется в шкаф с собой я вожу три таких коробочки первая коробочка с собой я не вожу гибкий вал бесполезная вещь для меня просто не ношу на вожу только дремель вот такую вот ручку к нему набор алмазов алмазных таких насадок которые куплены в китае за 57 долларов тоже шикарная вещь вообще не жалею нисколько но впрочем у меня есть и фирменные алмазы фирменные алмазы насадки а эти так чтобы их насиловать у меня философия такая покупаем самый такой самый что не жалко фигарить которым который стачивается ну и хрен с ними чтобы делать черновые работы и вот сейчас мы посмотрим на них на всех для черных вот это на эти насадки посмотрим для черновых работ шикарно то есть за копейки фигаришь естественно они очень быстро рассыпаются быстро вырабатываются с них летит труха с китайской этой расходки ну такой у нас будет рассказ про китайскую расходку забиваются да ну это понятно что они забиваются но потом точно так же они и ну и 100 и стачиваются это место где они забились она уходит вот и вот хочу сравнить слева из этого набора которого была распаковка в начале полугодовой давности и справа из другого набора смотрите здесь зерно более крупная левая здесь по-другому приклеена и другой формы вообще левая чуть кривовато это приклеена но это неважно то что он к ее приклеен он со временем когда вы чуть-чуть поработать он уже вытащится так как надо в точце можно сказать вот эти очень быстро разлетается зеленый просто в труху стачивается имея конечно что-то такое это их сильно нагружать не надо вот ну видите они там тоже слизываются всех фирм я когда-то купил для дремеля все себе это был а вот вот эти вот тоже самое да у них какая выработка дикая дико вырабатывается взяли вот такую я еще и поработаю выкину положу новую из этого пакета здесь у меня вот лежат всякие насадочки для дремеля я считаю так нужно купили в китае хоть набор 200 в одном купили в китае набор такой алмазный или в китае набор вот такой купили в китае набор наждачек сменных они плохого качества конечно но их не жалко и при этом надо иметь еще фирменная то есть если мелкую работу сделать раз раз я возьму кэшу фирменные наждачки все фирменного если много чего-то точить то возьму китайскую расходку ну не так жалко естественно она работает меньше хуже поэтому всегда если финансы позволяют берите фирму хорошую хорошую расходку то что это ну хрень вырабатываются очень быстро даже какие-то вещи которые хорошо бы уже какие-то полноценным инструментом делать я все равно дремельным сделаю то есть все равно возьму и там что-то отрезаю не стесняюсь в общем его использовать пока не сломался я кстати там удивлен я думаю он уже должен сломаться при такой работе у меня в пыли в грязи и постоянно под большой нагрузкой его главный косяк то что он допустим учета точим если слишком сильно идет прижим или что-то сверлим слишком сильно идет прижим у него мощности не хватает то есть он начинает затыкивается так мощности не хватает не мощная машинка других фильм я так понимаю есть помощнее это главный у меня вопрос дремель что она недостаточно мощная чтобы сверлить что-то очень жесткие работы делать ты больше вопроса принципе нету всем доволен ну вот такой отмене от боксинг про китайскую расходку полезно иметь китайскую фирменную всякую дремель я думаю уж точно лучше китайскую бур машинку не покупать что я уверен что китайская бы точно сломалась при моих задачах плитку даже им резал алмазными насадками вот а вот что китайская покупать не следует так это отрезные диски отрезные диски у меня такая коробочка с отрезными дисками только фирменные и лучше всего чтобы это были диски спид клик которые вот с таким отверстием вот это вот такой наверное совет то есть диски отрезные лучше фирменные брать потому что знаете с этими дисками с ними не очень безопасно работать естественно всегда наработать в очках очки у меня есть вчера нам кое-что делал сверлил им во первых вчера например гравировочку делал в очках естественно отработать и диски они имеют свойство китайские разлетаться во время работы и во все стороны поэтому диски я думаю лучше фирменные и вот версия спид клик мне нравится потому что они еще дают некую пружинистость если вдруг он у вас как-то чуть-чуть перекосился он может как-то подпружинить и не лопнуть все чем хотел поделиться ссылочки и дополнительная информация в описании всем спасибо и увидимся на канале пока пока